Сегодня у нас первая клепа Таумель, то есть как раз вот та клепа, которая находится на мистике Тер. Я думаю, вы все помните уже изображение каббалистического древа жизни, это самая такая верхняя клепа. И ее образ это, как я вам уже говорил, образ такого двухголового монстра. Вообще надо сказать, что такой образ двухголовый, он несет в себе, понятно, такую амбивалентную смысловую нагрузку. То есть по отношению к нашему тварному миру он может быть рассмотрен как нечто позитивное. То есть когда, например, алхимики выращивают андрогин, такого как бы двухголового андрогина, то это воспринимается как устремление к единству, как уничтожение противоположностей. Но когда такая дуальность находится в божественном мире, то это уже можно воспринимать как раздвоенность. Или более того, как создание некоего такого идола, который заслоняет то, что есть на самом деле. Ну, вообще надо сказать, что Таумиэль, он связан с такими каббалистическими образами, как даат, как бездна, как хоранзон. И если помните, когда я вам говорил о калипатическом древе в целом, то я сказал, что его можно рассматривать по отношению к традиционному древу как бы в двух таких ракурсах. То есть с одной стороны калипатическое древо – это своего рода как бы тень, как бы теневая часть или, если угодно, оборотная сторона традиционного древа – сефирот. То есть как бы вот их изнанка, несбалансированная энергия и так далее. А с другой стороны, если помните, так же я говорил, что вот как раз калипатическое древо, оно произрастает из сефира до ад, то есть вот из нашей попытки понять непостижимое. И оно находится, если можно так сказать, перпендикулярно традиционному каббалистическому древу жизни. Ну, как бы эти два образа сложно, наверное, увязать. Вот, но тем не менее, как бы надо их держать в голове, чтобы лучше понимать смысл всего калипатического древа. Вот, помните, что даат у нас символизирует собой не только знание, но и еще и как бы некая такая двойственность, отделение от Бога. То есть это как бы та переходная такая сефира, сефира, которая находится между тварным миром и божественным миром. Вот, то есть это как бы, ну, вот, выход, уход из тварного, из божественного мира и переход в тварный мир, то есть, скажем так честно, это такой регресс. Вот, ну, так же понятно, что эта сефира, она тесно связана с образованием мира, с самим принципом творения. Вот, если помните, в первой строке Библии говорится, «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть здесь как бы уже вот самое начало творения, оно, там постулируется некая двойственность. Там, понятно, небо, там, это как нечто такое, ну, божественное, и земля, как нечто такое, ну, тварное. Вот, и надо сказать, что вот как раз вот три высшие клепы, если помните, ну, так, в традиционной кабале обычно говорится, что есть вот клепатические сущности лишь у семи низших сефирот, а три высшие клепы – это у нас, скажем так, ну, скорее вот то, что у нас создаётся в голове. Это наши, как бы, попытки, ну, как бы создать понимание непостижимого Бога. Это некое такое ложное представление, или, я бы даже сказал, ложная убеждённость в том, как этот мир устроен. Потому что, опять же, если мы считаем, что Бог – благ, благ в таком человеческом смысле, то, естественно, для того, чтобы, ну, как бы объяснить все несправедливости, творящиеся в тварном мире, мы тогда, как бы, изобретаем образ такого, ну, как бы, его противника – сатаны. Вот, и таким образом у нас как раз и получается вот такой вот двухголовый таумиэль. Само это слово – теумим, то есть множественное число близнецы и эль. Ну, оно, как бы, в себя даже ничего такого негативного не несёт. Это просто божественные близнецы. Но надо сказать, что это, как бы, ну, божественность, она одна, да, вот, выше. Бездна не может быть некой разделённости, но здесь она есть. Вот, то есть это уже некое такое изначальное нарушение божественности. Вот, и если помните, то я вам тоже рассказывал, что, в общем-то, по отношению к близнецам, ну, вообще в древности было, ну, такое, как бы, настороженное и негативное, да, потому что братья, близнецы – это, ну, некие две равновеликие силы, и раз у них равновеликие силы – это некая такая бесконечная вражда, да, там, можно вспомнить, там, допустим, братьев, там, Каина и Авеля, или, если там уйти в другие традиции, там, Ромула и Рэма. Помните, всё это там кончалось смертоубийством, можно вспомнить и Зороастризм, там, Афра, Мазда и Ариман, всё там, берутся друг с другом, никак не может один победить. Можно вспомнить Осириса и Сета, ну, и даже, вот, просто, вот, как бы, пара, ну, как бы, таких детей, они очень часто в мифологических традициях выражают противоположности. Ну, вот, например, там, Аполлон и Артемида, да, там, Солнце и Луна, мужчина и женщина, или, там, Палукс и Кастр, да, два брата, один бессмертный Палукс и смертный Кастр. То есть это, ещё раз я повторяю, некая, некая такая вот противоположность. Но здесь надо сказать, что, вот, как раз, да, мы можем обратиться к гранатовому саду Кардавера, который Ира перевела, переводит. Вот, то там говорится, что вот это вот Таумиэль, он, как бы, не только близнец сам по себе, да, то есть он не просто вот такой вот ещё двухголовый, а он, как бы, является неким таким, ну, близнецом по отношению к Господу, да, то есть он его такой, ну, скажем так, тёмный двойник, который занял его место. Ну, где он занял его место? Естественно, в наших представлениях о Боге. Вот, и, ну, вообще существует достаточно много этимологических версий происхождения имени Таумиэль. Там, то, что я вам сказал, божественные близнецы, это не единственное. Вот, ну, и существуют также и другие имена, которым называется эта клепа, и, в частности, это имя Кертиэль, да, и вот опять же, да, Кертиэль. То есть, с одной стороны, Кертиэль, ну, как бы, связывается, ну, через имя Катриэль с Китэр, то есть, говорится, что вот этот вот Кертиэль, Катриэль, он на самом деле, как бы, является венцом, ну, то есть, Катриэль, это, естественно, из того же корня, что и Китэр, то есть, из венец, да, то есть, это, как бы, некая такая высшая клепа, которая венчает всё негативное древо. Вот, ну, также ещё Кертиэль происходит от еврейского слова карет, которая буквально означает срез, а в переносном смысле это отсечение и истребление, ну, и Эль, понятно, Бог, то есть, это вот, как бы, ну, разрыв связи, да, разрыв связи с Богом, то есть, это вот, получается, это уже вот не некая такая эманация, которая подпитывается божественной энергией, а это, ну, как бы, то, что уже не имеет связи с божественностью, и то, что, по сути, ну, является такой формой идолопоклонства. То есть, помните, опять же, я вам рассказывал, что такой устойчивый, устойчивый такой образ используется в Кабале, когда вместо, там, там, какого-нибудь благородного старца, вместо благородного старца занимает какой-нибудь наглый юноша, да, то есть, ну, это можно, конечно, рассматривать как намёк на христианство или, там, как пророчество христианское, понятно, там, Петхи днями Иисус, вот, ну, можно, естественно, это рассматривать и как то, что, ну, как бы, истинного Бога заслоняет, заслоняет некий идол. Вот. Еще можно соотносить с некой разделяющей функцией разума, то есть, разум построен именно на анализе, на расчленении, на разделении, то есть, именно вот этот, условно говоря, разделенный или расчлененный Бог, это результат того, что мы пытаемся его познать разумом, то есть, это то, что строит, выстраивает наш разум, который весь основан на функции анализа, на функции разделения. Никого иного Бога он построить, создать не может, кроме разделенного. Да, совершенно верно, и здесь я бы сказал, вот, там говорится, да, что это вот бунт, там, некой божественности, божественной эманации против Бога, я бы сказал бы, что это, скорее, бунт нашего разума, который не может примириться, что некоторые вещи он уяснит, ну, как бы, ну, не в состоянии, да, что вот наш разум, я не знаю, к счастью или к сожалению, это не такой небезупречный инструмент, который вот все постигает. И нельзя, конечно, исходить из того, что мир познаваем, и когда-нибудь там мы, как бы, все его тайны откроем, наверное, просто мы когда-нибудь поймем, что не все его тайны мы можем открыть. Ну, да ладно, значит, перейдем теперь к самому Таумиэлю, и вот что о нем говорит в своей лекции о Клепут, Магрегор Мазерс, глава Золотой Зари. Китер соответствует Кертель, что означает отсеченный от Бога, да, то есть, еще раз повторяю, вот в отличие от Сефирот, который там, естественно, там, уровень святости у них там разный, да, чем ниже, тем меньше, но все-таки они, как бы, имеют вот эти вот каналы, да, связанные с Богом, то Кертель – это уже, как бы, нечто вот такое отсеченное, то есть, там божественности нет. Символический облик их – нечистые черные исполины. Также к Китер относятся Таумиэль или Тэмиэль, двуглавые обличия, их две гигантские головы с крыльями, как унитопыря, ну, то есть летучая мышь. Тела у них нет, и они постоянно стремятся соединяться с телами прочих сущностей и сил. Ну, не знаю, как вам, но мне это кажется тоже таким намеком на то, что мы все время пытаемся, пытаемся, как бы, примирить концепцию о едином Боге с дуализмом, да, то есть все время, вот, если мы обратимся, видите, к практически всем староевым религиям, то там обязательно будет присутствовать, там, образ, там, сатана, там, Люцифер, Иблис и так далее, и так далее, но вот совсем без него всемогущий Господь никак обойтись не может. Вот. Интересно здесь еще то, что, если мы, ну, проведем такую нумерологический анализ имени Таумиэля, то у нас, ну, я говорил, что эти нумерологические анализы, они, конечно, условны, но я их просто вот провожу по тому написанию Таумиэля, которые Кроули дают 777. Ну, так вот, здесь у нас получается число 488, а оно, как указывает Кроули, является нумерологическим значением выражения на иврите «Вы будете поклоняться». То есть, ну, да, вполне, как бы, точное, точное пророчество. Но если мы просуммируем 488, то у нас что получится? У нас получится 20 или 2, да, то есть двойственность. Вот. Ну, так, значит, дальше, да. Про нетопырей. Традиционный магический образ Таумиэля – это две такие огромные головы с крыльями, как у летучей мыши, но без тел. Вообще, летучая мышь на иврите – это аталев, это, ну, как бы, некое такое существо, которое в иудейской традиции служило символом нечистоты и идолопоклонства, а мясо его было запрещено использовать в пищу. Да, я вообще не знаю, кто-то, конечно, мог там соблазниться мясом летучих мышей, но Бог его знает. Может быть, да, кому-то... В пустыне есть нечего. Ну, в пустыне да есть нечего, конечно.